На второй обогатительной фабрике Кировского филиала акционерного общества «Апатит» осветили купола строящегося храма в честь святого преподобного Сергия Радонежского. Чин освящения в присутствии гостей и сотрудников «Анов-2» совершил настоятель апатитского храма Иверской иконы Божьей Матери, протеерей Василий Данилец. Появление куполов на храме – еще один шаг к завершению строительства святой обители. О том, что сделано и как скоро храм распахнет свои двери для прихожан, расскажет Ирина Кузьмина. Три купола, большой и два малых в форме позолоченных луковок. Украшения храма – и один из его главных элементов. Их изготовили в Архангельске. Из нержавеющей стали с покрытием, порошковой краской, с выдержкой в термокамерах. Поэтому это долговечное покрытие, которое не подвержено коррозии и изменению. Такой знаменательный день, радостный. Дай Бог, чтобы это все у нас дальше пошло быстрее. И чтобы мы смогли в скором времени полноценно осветить и молиться, как положено православным христианам. Храм уже сейчас впечатляет своей грациозностью. И хотя работы еще не завершены, работники ОНОВ-2 признаются, для них святая обитель уже выполняет свою роль. Идешь ты с работы, идешь ли ты на работу, все равно первые по дороге нас встречает именно храм. Вера помогает в любом деле. Готовность храма на сегодняшний день составляет 90%. Подрядчики уже установили светильники, положили плитку и провели ретро-кабель. Окна и двери изготовлены из ценных пород древесины. Пропиткой специально для сруба и сделан сверху нанесен лак для долговечности. Окончание строительства нового храма на ОНОВ-2 запланировано на конец июля.